Так получилось, что Николай Сергеевич жил один в большом доме на окраине районного центра с двумя маленькими детьми на руках. Все домашние заботы легли на его плечи. Николай работал в районной автобазе главным инженером, иногда приходилось ездить в командировке за запчастями, оборудованием, машинами и если бы не помощь старой похумавной, женщины доброй и отзывчивой. То ему пришлось бы или уволиться с хорошо оплачиваемой работы, или отправить детей в интернат. Младшая дочка Нина слышала, но не разговаривала. Врачи рекомендовали ждать до шести лет и, если девочка не заговорит, оформлять в специальное учреждение. Нина ни на минуту не хотела оставаться без своего братика Саши, который был на год постарше и очень хорошо понимал свою немую сестренку. По этой причине дети не ходили в детский сад. Понимал маленькую Нину не только братик. Во дворе в своей будке жил большой лохматый пес Султан, грозный страж, от лая которого звенели стекла в оконных рамах. Султан признавал только хозяина и похумавну, не допуская особой фамильярности, как и положено сторожевому цепному псу. Все остальные, кто был за деревянным глухим забором или появлялся во дворе, враги. Детей же Султан боготворил, они могли залезать в его будку, кататься на нем верхом, держась за длинную густую шерсть, наряжать в старую куртку отца, в общем делать все, что угодно. Пес с удовольствием играл с малышами, поддерживая все ребячьи затеи. Отец часто наблюдал, как дочка что-то нашептывает в ухо своему огромному другу. Султан внимательно слушал и отвечал действием, словно слышал команду или лаской, умывая Нину своим шершавым языком, под восторженный детский смех. В душе Николай был убежден, что они понимали друг друга, маленькая немая девочка и большой серьезный пес. Пахомовна была очень надежным человеком, но старческие болячки давали о себе знать. «Хозяйку тебе в дом надо, Николай Сергеевич. Рада была бы тебе и по хозяйству помочь, да силы уже не те, суставы покоя не дают. Не справиться тебе без хозяйки». Вздыхая, постарчески назидательно говаривала нянька Пахомовна. На ноябрьские праздники к Николаю заглянул проездом его бывший сослуживец. Друзья посидели за накрытым столом, поговорили, а вечером Николай пошел провожать друга на станцию к вечернему поезду. Коротая время, заглянули в станционный буфет. Буфетчица, миловидная женщина средних лет, наливая пиво, приветливо улыбалась Николаю. Так он и познакомился с Галиной. Николай стал частенько наведываться в станционный буфет, вечерами провожая подругу, до старого деревянного дома, где у нее была небольшая комната. Галина рассказала, что она одинокая женщина, переехала в их город недавно из другой области, ее муж погиб на фронте, детей у них не было. Вскоре Николай пригласил подругу в гости. Галина пришла нарядная, с гостинцами и игрушками, целый день играла с детьми, рисовала и читала им сказки. Нина с Сашей потянулись к этой веселой энергичной женщине. Знакомства с султаном не состоялось. Пес встречал глухим рычанием каждое движение Галины и не принял угощения, предложенное для заключения мира. Ничего, привыкнет, просто он у нас такой нелюдимый, успокоил хозяин испуганную подругу. На новогодние праздники Галина с вещами окончательно перебралась к Николаю, покинув свою тесную комнатку. Они расписались. Галина уволилась с работы и стала домохозяйкой. Женщине очень понравился большой дом мужа, она сразу принялась наводить в нем свои порядки. Передвинула мебель, выбила ковер, вымыла окна. Николай, наконец-то, чувствовал себя счастливым. Дети досмотрены, в доме порядок, не нужно больше переживать, уезжая в командировку, но что еще нужно человеку для душевного спокойствия. Галину же начали раздражать чужие дети, которые постоянно требовали внимания и отнимали практически все свободное время, которое у нее появилось, благодаря удачному замужеству. Больше нельзя было посидеть с подругами за бутылочкой вина, знакомясь с мужчинами, ездить с ними на шашлыки, проводить вечера в ресторанах. Со временем забыв о роли заботливой матери, Галина начала вымещать нарастающую злобу на чужих, опостыливших и мешавших ей детях. В качестве наказания за громкие разговоры или смех она на целый день закрывала детей в чулане, крошечной темной коморке. Дети могли там только сидеть на полу, не смея пошевелиться от страха. Тетя Галя запретила Саше рассказывать отцу о наказаниях, пригрозив самой страшной карой. Со временем дети научились избегать наказаний, стараясь не попадаться тете Гале на глаза. Они убегали во двор и прятались в будке султана, только под защитой грозного пса они чувствовали себя в безопасности. Пес ненавидел Галину, не позволяя ей даже приближаться к себе. Галина жаловалась мужу. Она просила избавиться от султана, но Николай даже слышать не хотел, посоветовав жене просто не подходить к собаке. Отравить султана обозленная женщина не могла, она боялась, что об этом догадается муж, к тому же пес наотрез отказывался есть принесенную ею пищу, он, подняв шерсть дыбом, рычал и скалился, показывая ей большие зубы. Когда отец уезжал в командировку, к тете Гале приходили гости, засиживаясь до поздней ночи за столом, ломившимся от вина и закусок, танцуя под звуки радиола и пластинок. Дети заранее убегали из дома, и голодные, заплаканные, ночевали в будке султана под теплым боком этого лохматого великана, ставшего для них доброй мамкой-нянкой. Высокий глухой забор скрывал от глаз соседей все, что за ним происходило. Слышен был только лай грозного султана на посторонних или прохожих, этим никто не интересовался. В конце лета в лесу пошли грибы, было их видимо-невидимо, собирали почти каждый выходной. В один из походов Галина вышла к старому заброшенному карьеру и, подойдя к краю обрыва, увидела внизу ржавый железный вагончик, брошенный когда-то рабочими. Начались первые ночные заморозки. Николай рано утром уехал в очередную командировку. Проводив мужа, Галина подняла детей, вымала, нарядно одела и отправилась с ними в магазины. Купили сладостей, игрушек. Погуляли по улице с новыми игрушками. Соседи расхваливали такую заботливую мачеху, а дети радовались вниманию подобревшей вдруг тети. Когда вернулись домой, Галина неожиданно закрыла их в чулане. Саша плакал и просил попить и покушать себе и сестренки. Ему никто не ответил. Так дети просидели до позднего вечера. Когда совсем стемнело, Галина, выпив для храбрости, взяла легко, не по погоде одетых детей, приказав молчать, и пошла с ними по задворкам к папе за грибами. Нину всю дорогу пришлось нести на руках. Перейдя пустынное шоссе, миновав полосу придорожного леса, вышли к карьеру. В вагончике женщина связала детей и закрыла рот Саше. С трудом задвинув заржавевший засов на двери, Галина ушла домой. Пьяный мозг подсказывал ей дальнейшие действия. Галина открыла Насте шкалитку, входную дверь, разобрала детские постели, раскидала в комнате игрушки. Утром, когда Мороз сделает с детьми свое дело, она объявит тревогу, а теперь можно спокойно спать. Султан громко и протяжно выл, и эти звуки били по нервам, Галина привычно допила водку и уснула. Пес, прилагая огромные усилия, сдвинул тяжелую будку, карабин не выдержал и Султан исчез в ночной темноте. Степан, опытный водитель, бывший фронтовик-разведчик, ехал на своем грузовике, возвращаясь из рейса, по пустынному ночному шоссе, усталый, он спешил домой к своей семье. Вдруг из темноты на дорогу выскочил огромный лохматый пес и бросился к его машине. Каким-то чудом он не попал под колеса. Собака лаяла, а потом бросилась в сторону леса. Сонливость, одолевавшую усталого водителя, как рукой сняла, он поехал дальше. Немного проехав, Степан в ярком свете фар совсем близко увидел молодую женщину в легком белом платье, ее красивое лицо обрамляли мокрые длинные волосы, прикрытые черным платком. Она оказалась прямо перед ним и стояла, голосуя поднятой рукой, показывая в сторону леса. Громадный пес прыгал возле нее и с лаем бегал к лесу, возвращаясь обратно к машине. Потом они пропали в лесу. Так повторилось несколько раз. Обеспокоенный водитель, поняв, что что-то случилось, вышел из машины и пошел за собакой и женщиной. Развязав замерзших детей, Степан завернул их в свою куртку и побежал к машине, женщины с собакой рядом уже не было. Он отвез детей в милицию. Пришедший в себя Саша рассказал, что с ними произошло и назвал адрес. Детей на скорой отправили в больницу. Вызвали участкового, они с оперативником поехали по адресу на машине Степана. Султан был во дворе, но в первый раз в жизни пропустил людей на крыльцо. Степан узнал пса и указал на него милиционерам. Пес, рыча и лая хотел ворваться в дом, но его не пустили. В доме милиция нашла нетрезвую Галину. Она все отрицала, но, в конец запутавшись во вранье, под напором офицера милиции, призналась в совершенном преступлении. Начали собираться встревоженные шумом соседи. «Опишите, пожалуйста, женщину, которая останавливала вас на дороге и провела вместе с собакой на карье». Попросил милиционер Степана, записывая показания. Степан встал, подошел к портрету молодой женщины и твердо сказал зачем описывать. «Это была она. Соседи охнули, наступила гробовая тишина, посмотрите внимательнее. Вы уверены? Как в том, что сейчас вижу вас перед собой? Полностью уверен. Это была она», — Степан еще раз указал на портрет. Вернувшийся из поездки раньше назначенного времени Николай, узнав у милиционеров о случившемся, побледнел и схватился за сердце. Немного успокоившись, он рассказал, что женщина на портрете, его первая жена Ольга, мать Саши и Нины, она утонула около трех лет назад, когда дети были совсем маленькими. Когда уводили Галину, молящую Николая о прощении, во дворе из темноты выскочил султан и вцепился в ногу ненавистной женщины, оставив ей огромными зубами память о себе и о детях на всю оставшуюся жизнь. Еле как удалось оттащить разъяренного пса отвизжавшей преступницы. Оставшись один, Николай больше не мог сдерживаться, он заплакал как ребенок, завел султана в дом, обнял и расцеловал его морду, оставляя на ней соленые капли. На кухне он отдал псу целый батон колбасы и, заперев его в доме, побежал в больницу к своим детям. Спустя время, в родном городе Ольги, на ее могиле, рядом с черным мраморным памятником, аллея на белом снегу ярким пламенем, лежал большой букет красных роз.